питомник кинолютас это самый уникальный питомник в мире в нем есть то чего нет нигде в нем есть собака вашей мечты тибетский мастиф это одна из древнейших породы мира каждый раз новую машину я буду своей супруги в этой машине спать не будет два дня следующий день уже там внутри сидите детский маленький мастиф привет мы не на хилик александр хилик и мы являемся владельцами питомника кинолютас тибетский мастиф это одна из древнейших породы мира это безупречные охранники это безупречные друзья и компаньоны растут они достаточно крупного размера могут быть достаточно достаточно высокими в полке есть особи достигающие 80 и выше сантиметров в семье есть правило нельзя считать собак никто не знает потому что их неприлично много и мне кажется в тот день когда я реально посчитаю их и узнаю сколько их то мне придется половину просто подарить наш питомник начался с мечты вот и позднее уже мы зарегистрировали питомники уже стали владельцами таких прекрасных собак территории нашего двора нашего нашу решать бы в принципе почти половина отдана собакам зона делится на две части в которой гуляют одни кобели в другой гуляют суки но в принципе мы их мешаем месте потому что собаки абсолютно хорошо коммуницирует дружбы такие полиции имеем 6 вот но все это построено скажу вам очень на скорую руку не все у нас все доделано потому что мы не так долго живем на этом месте в нашей семье а целый этаж отведен нашим собакам для них там есть ванна где они купаются есть отдельное помещение для занятий с утепленными полами совсем необходимым для собак где они могут прекрасно зимовать проводить лето но в основном все наши собаки находятся рядом с нами живут семье каждый день играют с детьми и они очень счастливы от этого добро пожаловать в наш зал для занятий он у нас еще тоже не доделан потому что здесь планируется еще зеркала специальный шкаф зеркальный будет стоять для наград но пока в таком состоянии в котором он есть здесь у нас есть небольшая часть наград наших собак вот мы очень стремимся к победам с этими собаками мы их очень любим и хотим чтобы они завоевали весь мир это наша комната где щенки нашего питомника появляются на свет конечно в этом году это впервые у нас сейчас здесь находится два помета одному помету полтора месяца одному помету месяц поэтому маленькие детки будут кушать мокрый корм влажной а эти уже хотят сухой них уже очень большие зубки и хочется грозить поэтому будем кормить ты высади забери них вообще вот эту мыску и поставим сюда нет у нас большого опыта в торговле щенками потому что мы их не плодим для продажи мы это делаем только для себя но не было продано ни одной собаке дешевле чем 10 тысяч евро никогда в нашей семье есть еще две дочери это ника и евочка они очень любят своих собак и на сегодняшний день честно вам скажу у нас как его много во многих во всех принципе питомниках есть большая проблема подбора персонала но наши дети несмотря на на их маленький возраст они умеют делать все они могут заменить абсолютно любого сотрудника питомника на абсолютно любом этапе начиная от обычного кормления щенка заканчивая ринговой подготовкой или подготовкой собаки по шерсти и очень большая для нас поддержка на самом деле каждый раз когда мы покупаем новую машину я говорю своей супруге в этой машине собак не будет следующий день в следующий день уже там внутри сидите веский маленький срочно нужно кого-нибудь куда-нибудь везти и почему-то именно новая машина становится этим объектом который повезет куда-нибудь собак я никогда не видела таких собак они очень большие пушистые очень не знаю не знаю мне кажется по уходу очень сложно собаки социализируются регулярно плюс они посещают тренировки по подготовке к выставкам также ближайшее время мы планируем открытие нашего бассейна где собаки будут также тренироваться после всех дневных дел мы сейчас находимся в зале вот как видите мы тут сейчас занимаемся как мы готовимся к выставке которая будет на следующих выходных это будет киевские будут ацыбы здесь мы учим собак стоять в стоечках двигаться правильно так это требуется на шоу выставках этому малышу еще нет трех месяцев и для нас это по счету третье занятие и вы можете видеть насколько насколько быстро схватывает маленький мозг и понимая то что от него хотят делать и через неделю у него будет первая выставка когда ты возвращаешься домой с работы на тебя бежит 100 килограмм радости и потом эти 100 килограмм радости превращаются 100 килограмм счастья который тебя валит на землю и ты не можешь стать а к нему подбегает еще три трое таких счастливых скажем так малыша и ты понимаешь что в этом заключается счастье